Звездное небо и необъятный космос всегда будоражили умы ученых и испытателей. Лишь в 20 веке человечество вырвалось за пределы земного протяжения, начало осваивать дальние просторы. Первый человек, полетевший в космос, стал самым знаменитым на Земле. Это был советский гражданин Юрий Гагарин. На корабле «Восток-1» он стартовал с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года. Его фраза «поехали» стала символической и ознаменовала старт в новую эру. Один только факт, что Казахская Земля дала старт покорению человеком космоса, наполняя День космонавтики в Казахстане особыми эмоциями. Наша страна – одна из немногих держав, в которой развивается космическая отрасль. Республика имеет своих космонавтов, вошедших в мировой список покорителей космоса. С первых шагов освоения человечеством космоса на весь мир прогремело название «Космодром Байконур». Все эти годы для Байконура – самый торжественный праздник в День космонавтики. Казахстан благодаря стартовой космической площадке прославился на весь мир и вошел в летопись мировой космонавтики. Не только одним космодромом славится наша Земля. Казахстанские космонавты участвовали во многих полетах, стали народными героями. Доктор Аубакиров – первый космонавт Казахстана, который прославился как летчик-испытатель еще до стартов в космос. На орбиту он отправился как герой Советского Союза. Полет проходил в октябре 1991-го, когда шел процесс распада Союза. Поэтому Аубакиров стал последним советским космонавтом. Прославился тремя стартами «Талгат Мусабаев». Один из полетов он провел как командир корабля. Это был первый казах, вышедший в открытый космос. В январе 1998 года Мусабаев стал рекордсменом по длительности пребывания в космическом пространстве вне корабля. За что его имя внесли в книгу рекордов Гиннесса. Айды Наимбетов прошел многолетний путь в подготовке к полету. Дважды пережил отмену стартов. В сентябре 2015 года почти 10 суток работал на МКС. Проводил научные эксперименты по космической программе Республики Казахстан. Исторический момент, первый полет казахстанского космонавта в прямом эфире запечатлела Жамбулская областная телерадиокомпания. Это является большим успехом для нашего телеканала. В независимом Казахстане активно развивается космическая отрасль, как высокотехнологическая и наукоемкая сфера. Ученые и исследователи разрабатывают образцы космической техники, осваивают технологии, которые применяются для решения проблем в других отраслях экономики. Алтын Шангараева, Альхан Ахпарат.